Прошел все уровни, сдал экзамен Международной ассоциации кинезиотипирования, что дает право ассистировать уже на официальных курсах Международной ассоциации кинезиотипирования. Я продолжаю практиковать, мне это очень нравится. Многие из вас обращали внимание, что спортсмены могут выйти на тренировку, украшенные вот таким разноцветным пластырем. Эти голубые полоски – это кинезиотипирование, терапия, позволяющая справиться с множеством спортивных недугов в наши дни. В московском «Динамо» эта область отдана инструктору-методисту по лечебной медицине Алексею Жарову. Он знает о тейпинге абсолютно все. Ну, вообще, самых основных методов тейпирования существует в мире четыре. Это спортивное тейпирование, это клиническое тейпирование, а третий у нас кинезиотейпирование. И четвертый метод, он недавно у нас пришел в Россию, буквально один год. Это «Динамик тейпинг», он называют метод биомеханического тейпирования. Тейп третьего поколения, работающий в 3D, то есть растягивается во все стороны. Кинезиотейпирование было разработано аж в 1973 году американским доктором японского происхождения Кензо Кассе. И именно у него проходил обучение Алексей Жаров. Такая была история, что он приехал с семинаром в Россию, в Москву. Он узнал, что я в хоккейном клубе. Хоккей очень популярен в Америке, так как он живет в Америке. И для них Александр Овечкин, как бы такая звезда, уже обладать клубкой стынули, он заинтересовался, что я работаю с таким людьми. И попросил меня посмотреть его, так как он после аварии, у него были проблемы с шейным отделом. Оценил высокий профессионализм работы. И приглашал на очередных симпозиумах, которые он проводил в Москве, к себе в Штаты. Сейчас уже невозможно представить себе команду, в которой не применялось бы кинезиотейпирование. Но наука, а уж тем более медицина, не стоят на месте. А значит и врачи познают все новые и новые грани этого метода лечения. Может использовать как и основной метод, как и дополнительный, с другими методиками. С тем же самым массажной техникой, мануальной техникой, с физиотерапией, с криотерапией. То есть в сочетании, ну и как и основной. То есть самое главное – это диагностика. Как раз в метод кинезиотейпирования используется 90% диагностики, и 10% должно быть самоотейпирование. Для Алексея каждый пациент – это своего рода загадка. Далеко не всегда причина боли находится там, где болит. Чтобы разгадать подобный ребус, необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство и набираться опыта. В Кензакасе мы сдавали экзамен, пальпировали на весах. Идет давление на покровной ткани, то есть там до граммов. То есть, чтобы немножко превысил, уже более глубокие уже слои. Называется одной из коррекций EDF, то есть эпидермис, дерма и фасция. И как раз вот на этих экзаменах сдается пальпация. Очень важно, как мы будем тестировать, двигать, скольжение, смотреть ткани. Потом у нас идет обязательно мануально-мышечное тестирование. Реакция мышцы используем. И активные и пассивные движения в суставах. Ну и, конечно, в конце обывательский вопрос. Пришло ли уже время применять кинезиотейпирование в нашей обычной повседневной жизни? Да, в обычной жизни это пользуюсь. Я сам пользуюсь, наша семья вся пользуется. Даже едем на отдых, я обязательно с собой беру рулон, там, 3-4 рулона. Потому что ни одного отдыха не было, чтобы я где-то не использовал. Всегда что-то происходит в такой момент. Субтитры создавал DimaTorzok Банк ВТВ Банк ВТВ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТВ. Материал создан при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Продолжение следует...